Мы едем на границу Ульяновской и Самарской области И постараемся найти интересные достопримечательности и неизвестные места в этих нечасто посещаемых людьми краях И первым на нашем пути стало село Кротково А это одна из первых точек нашего путешествия, старинное село Кротково Это старинное дворянское село помещиков Кротковых, которые сделали огромный вклад в историю и культуру нашей Ульяновской области Посмотрим, что здесь есть интересного Заезжаем на окраину села Вот уже виднеет среды сосен Древних и старых сосен Именно за этими соснами скрывается усадьба Кротково Куда мы сейчас подъедем Впрочем, сначала мы прогуляемся по сосновым аллеям Которым около 150 лет А они и вправду впечатляют Наверное, они ничуть не хуже знаменитой Акшуатской аллеи Пусть и не столь величественные Совсем недавно мы чуть не потеряли эту великолепную сосновую аллею Во время жары, кажется 2010 года, пользуясь тем, что кругом идут пожары, они из местных предпринимателей обжег стволы этих сосен для того, чтобы потом спилить их и продать на стройматериал Но, к счастью, это было вовремя замечено Действия были пресечены Но на некоторых соснах до сих пор остались следы этой варварской деятельности Ну а теперь направимся внутрь этого парка Где находилась загородная дача помещиков Кротковых Даже сейчас здесь сохранились остатки барских садов Барские сады совсем одичали И сквозь кроны деревьев почти не видно старинной русской усадьбы А вот центральный вход, усадьба Кротковых Что ж, пойдем, посмотрим, что от нее осталось Здание очень сильно пострадало А ведь довольно недавно, еще в 90-е годы, здание было в полном порядке Здесь располагалась местная общеобразовательная школа Но для удичинков построили новое здание А усадьбу бросили на произвол судьбы А оставшись без присмотра, усадьба стала разграбляться Даже стены стали разбирать на кирпич Увы, но такая судьба не редкость в нашей области Подобное и произошло и в других местах Например, усадьба Персифренч-Теренге Усадьба Бестужевых-Тепловки Усадьба в Зеленце А сколько зданий просто перестало существовать Так это просто не счастье Своё нынешнее название населенный пункт Кроткого Получил от фамилии воеводы Кроткого Который основал селок царствования императора Петра Великого По рассказам почтеннейших прихожан Воевода пользовался любовью и доверием великого императора И был награжден множеством больших вотчин в разных местах страны Отличились жители села и в Отечественную войну В 1813 году в 3-й полк Симбирского народного ополчения Добровольно ушли около 50 человек высших чинов И неизвестное количество ратников Далеко не все из них вернулись домой В память о той Великой войне с Наполеоном В селе был построен новый каменный Никольский храм А это старинный Никольский храм села Кроткого Нелегкая у него сложилась судьба Совсем недавно его даже собирались снести Но теперь он потихонечку восстанавливается И начинает жить в своей новой жизни Впрочем, и в истории этого храма совсем отдельная В 1930 году церковь была закрыта и использовалась в качестве склада Но самые большие разрушения нанес пожар 1958 года Когда обрушилась крыша и были полностью утрачены купола То, что нынешнее здание когда-то было храмом, практически все забыли Но одна неравнодушная бабушка Мария Ивановна Елчева Добилась того, что церковь не только признали объектом культурного наследия Но и стали восстанавливать Кстати, когда расчищали руины То в алтарной части нашли закоронение воинов Участников войны 1812 года Еще одной небольшой достопримечательностью села является святой источник Внизу под храмом находится святой источник В честь Николая Чудотворца Вот он Эти воды бьют уже здесь сотни и сотни лет Приятненький, сладкая вода Попив прохладные водицы и попродив по окрестностям Я с удивлением осознал, что здесь совсем не так безнадежно Парк, да и саму усадьбу вполне можно восстановить Транспортная доступность отличная Жители есть Восстановить, заотносить небольшие средства Настоящую барскую усадьбу со строениями И парковой зоной вполне реально Замечу, что подобных мест в нашей области практически не осталось Получится интересное местечко для привлечения туристов Если они, конечно, нам нужны Что ж, продолжим свой маршрут Субтитры создавал DimaTorzok